здравствуйте друзья меня зовут александра паснова я рада приветствовать вас на моем канале закорнил цветочник пока мы были в отпуске у нас произошел достаточно трагичный для меня случай у меня засох гранат несмотря на то что я прям написала отдельно помощница своей которая оставалась пересматривать за домом что прошу поливать гранат каждые три дня потому что стоит у меня на восточном окне весь в плодах и очень много пьет но первое что я увидела придя домой конечно же был высушенный полностью гранат с качестве расстроена ничего не сказать но это жизнь так бывает но в принципе я думаю что у нее есть шансы вы кто смотрит давно мой канал наблюдали за его похождениями год назад он был весь сожран пучнистым червецом я его протравила вытащил на улицу он оставил в акторе две недели кто не присадил то но не напал вела крылка из 2 крылки мы избавились теперь с ним случилось это может быть он конечно намекает мне что ему пара в мир иной но я пока так не думаю итак мы сейчас будем его снимать на полу потому что ну потому что сейчас будет очень много мусора от него и соответственно я приехала первым делом конечно же я его пробила но тем не менее вы видите он у меня был весь в гранатах весь в цветах все цветы засохли то есть это просто вот видно но какая-то часть веток живая здесь у меня раз два четыре пять стволов соответственно будем надеяться что погибли не все стволы что мы делаем когда у нас растение таким образом засохла наверх мы убираем мартюша очень приятно на тебя смотреть мы убираем все что у нас засохла все вот эти ветки мы срезаем марюша хочет тоже к нам присоединиться моего никто не зовет потому что уже конечно шансов у этого нет данная ветка у нас с зелеными листиками оставляемые это прямо белокрылка опять судя по состоянию листьев хочет возродиться на нем то есть смотрим вот здесь есть живые листья убираем то что явно уже засохла мартин нельзя есть гранат что же это такое сейчас будем его стричь и смотреть что у нас останется то есть шансов конечно же нет поэтому будем убирать и смотреть где у нас остались зеленые веточки все сухие листья высветки мы срежем я не знаю как это работает но почему-то каждый мой отпуск я обнаружила что то что поливать категорически нельзя например живые камни у меня плавали по колено в воде на то что нельзя засушивать конечно же она у меня засушена в детской комнате у нас плавают декабристы в кашпо но у меня пока до них руки не доходят сейчас могут прямого про шерсти и посмотрим что еще можно как определить вот мы берем веточку и гнем ее да если веточка живая то шанс есть этот плотик я попробую оставить и посмотреть вдруг вдруг ему хватит воды и питания но убираем вообще все что засохло видите до потери у нас сейчас будут достаточно большие артюша тома уже спит хотя явно еще даже 5 минут не прошло три с половиной рекорд я усыпляю все быстрее быстрее сейчас мы будем крутить и вот смотреть то есть какие-то ветки отпились какие-то листья проснулись но конечно же то есть вот здесь вообще вот хорошие в принципе зеленые веточки честно тут отрежу посмотрим потом я вам покажу со временем что с ним будет у меня происходить сейчас вот мы прям по стволам пройдем очень растение все живучие это показывает на многолетний опыт многолетняя практика и даже если с ними вот произошел какой-то такой коллапс если он происходит не на постоянной основе эпизодически то растение приложит все усилия к тому чтобы выжить суметь поэтому просто внимательно смотрите не надо прям отчаиваться шансы есть всегда мне не очень нравятся слова типа что как мне ему помочь как мне спасти то есть мы просто видим определенную проблему и убираем здесь у была зеленая веточка я увидела уже когда средства за одно сейчас его немножко под формируем вот такой у нас опять а-ля бонсай так смотрим здесь красоты вообще никакой нет вроде бы еще живые ветки ну вот я не пробовала все может может быть ну вот эта ветка она уже вот вся вся высохла поэтому берем смотрим срез она живая зеленая но смысл сейчас убирать эти листья оставлять лесу ветку я не вижу никакого доступ к вы новые побеги сейчас наша задача его немножечко почистить почистить надо попробовать не забыть когда мы снимаем ответь вот этот плодик уже высох все у него уже шансов нет никаких покрутим еще ну вот он ты понимаешь вся печаль в том что до плод у нас релом еще до конца не созрел вот эта ветка вот видишь она какой ветки растет она живая поэтому я его оставлю лишь на кончиках живые зеленые листики полностью тебя вот тоже режешь их и видишь что в принципе ветки ты живы здесь у нас плод плод уже высох эту ветку укоротим из моего пышного красавца сейчас опять останется три палочки за корючки ну так как он уже неоднократно обрастал я думаю что то же самое произойдет и в этот раз то есть резаете смотрите если вот ветка сухая но вот хоть и гнется но она уже сухая обрезаете ее до конца дочь не спи я быстренько сейчас да 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 засыпала ты в пять минут так ты ты ветку у нас зеленая есть мне она не нравится вот прям находим ближайший красивый побег и по нему стрижем слышишь ты вашем остряк самородок ну вот потому что зеленый зеленый нравится нужно не достаточно быть красивыми так мы посмотрим нужна ли нам эта ветка потому что она живая но мне она не нравится мы просто чуть-чуть укоротим чтобы она обрастала заново сухие листья уберем он должен мне нравится все растение должно нравиться если она нравится мне значит нам тут еще вот пытается возродиться белокрытка который мы недавно протравили так как для него был большой стресс плане того что он очень сильно его подсушили то соответственно соответственно на нем она опять активизировалась ну вот она пытается но тут такая еще с прошлой про травки полудохлая но листья еще продавлю сейчас я вот пою сначала до конца потом ну вот собственно видите сколько я убрала но еще достаточно много осталось будем его сейчас отпаивать и пенить протравливать и через пару недель наверное какое 7 число 20 июля ну я думаю что через две недели как раз через две недели я вернусь надеюсь что папа у нас теперь будет ответственный за этот гранат надеюсь папа не свершит повторно такой ошибки на чпапе то будет не смерть но одианту бы мне уже засушили прошлый раз который я показывала как он отжил и стал опять мохнатеньким ну то есть видите да то есть с одной стороны не так уж к приехал он вообще был весь 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 сухой я не была уверена что он это пьется вообще на нем не было ни одного зеленого живого листа самое обидное что огромное количество видите до завязи плодов то есть вот это вот обиднее всего когда он только-только надумал плодоносить и тут такой для него стресс вот сейчас он выглядит так да сейчас я его потравлю он белокрылки чтобы она не активизировалась окончательно очень важно убирать все что у нас на земле то есть это важно потому что листья не убраны из земли я к сожалению очень многих цветоводов вижу и в ресторанах и в домах и везде что опадают листья сухие их никто с поверхности грунта не убирает это влечет за собой не очень хорошие последствия вот такой вот у нас он стал лыси брасички почти как братик ты или наши ну посмотрим через две недели я вам его сниму и покажу что с ним будет происходить в процессе времени потом еще через две недельки то есть месяц я ему даю на клевание и покажу вам потом итоговый результат и так с момента того как гранат был засушен и показывал как я его обрезала прошло три недели вот прям три недели давайте посмотрим я опять уезжала меня не было дома оставался на цитах мой муж который очень нервничал по этому поводу но про гранат он усвоил потому что пока я его стригла я возмущалась жутко и за гранатом он следил то есть эти гранат оброс три недели все и регулярный полив без засушенный один плод его срезала потому что он уже вот видите вот он так начал когда сохнуть в процессе пересушивания так в итоге засох но вот самый большой у меня пока рука не надо его срезать на самом деле тоже такой же это вот тот который я все ждала когда он поспеет в итоге он поспел поспел у нас таким вот образом я думаю что съесть его уже не получится поэтому друзья отливаем растения в принципе ничего страшного число попробуем очистить и посмотреть что там у нас нет он не поспел ну вот такие видите достаточно сочные плотики у него но они белого цвета потому что ему бы еще повисеть поспеть но нет ну-ка кислый фу это было лишним к чему данный ролик был снят что даже если вы залили растение вы можете пересадить обновить грунт и уже устаканить полив если вы засушили но хотя бы одна ветка гнется то шансы и у вас и у растения есть не переживайте не рвите волосы во всех местах просто начинаете его отливать и пиньте цирконтия и регулируйте полив будет вам счастье нет каких-то ситуации прям вот но сильно критичных если вовремя вы заметили проблему надеюсь это видео было для вас интересным пишите в комментариях были ли у вас случаи когда вы так засушили растение потом она у вас отжило что это было за растение а я с вами прощаюсь и надеюсь до новых встреч